Здравствуйте, товарищи! Игрушка такая, постапокалиптическая. У нас пятнадцатый уровень. Здесь можно за пульки покупать патроны, патроны, патроны. Здесь валюта. Аметрошные жетончики. Это золото. А это VIP-статус. VIP-статус мы получили, выполнив одно из заданий. Закончится через шесть часов сорок пять минут. Вот здесь у нас такая палатка. Палатки друзей можно обыскивать. Здесь арена. Здесь. Задание выполнять. Убийство контрабандистов. Убийство шпионов. Убийство крыс. В зависимости от уровня вашего. Здесь изменяется количество пулик. 15 умножить на 6 будет 90. На пятнадцатом уровне. Максимальная награда за задание убийства контрабандиста. 90 пулик. Убийство шпиона 60 пулик максимум могут заплатить. Убийство крысы 30 пулик. Вот так. Так что надо выбирать максимальное количество патронов. Почему-то патроны здесь пульки называются. Может это в понарошку играют. Пух, пух, ты убит. Ура. Может тут не по-настоящему убивают шпионов, контрабандистов и крыс. За время игры ни одна крыса не пострадала. Вот. Выбираем. И идем. Вот. Московское метро. И дяденька коммунист. Тактические перчатки. Вот. Выбираем. В общем. Здесь можно кормить свиней за 7 пулик за полчаса. Весь стимулирует. Приглашение друзей. Чем больше друзей у тебя, тем чего-то такое. Что тут? А. Устройся на работу упаковщиком чая. Но. Устроиться на работу упаковщик чая. Нужно 10 друзей. Да. Патрулировать станцию. 30 друзей. Но все равно здесь только пульки. Можно сработать. Хотя пульки тоже важная вещь. Параметры характеристики увеличиваются благодаря им. Чем больше вкладываешь, тем дороже. Каждая следующая характеристика. Но еще характеристики можно повышать достижениями. Крыса олов. Вот. Эффект от достижений. 34. И здесь тоже. Каждая. Каждая характеристика получает одну очко. А здесь есть. Нет. А вот владение оружия не прибавляется. И здоровья, и защиты не прибавляются. Вот это покупаете в магазинчике, всё. Хорошего здесь за золотом покупать можно. За метрошные жетончики, а не кудышные запульки. Лучше не тратить метрошные жетончики, и так можно справиться и со шпионами, и с контрабандистами, и с крысами, и до пятнадцатого уровня. С соперниками на арене тоже легко можно справиться, потому что никто не вкладывается в характеристики. А потом ведут задание увеличить меткость на пять единиц, например. И люди вкладываются в характеристики, и их тяжелее убивать. Но от вас ничего не зависит. Только проверяйте скриншот ваших характеристик. Вот с этим вот, с параметрами соперника. И не выбирайте его. Вот. И опять не выбирайте. Нет, он подходит. Он подходит, подошел бы. Только что-то убойность у него высокая. Он, наверное, поставил лазерный целеуказатель. Он подходит. И это попробуем. Тихо. Ух. Пушечки одинаковые. Но у него нет бронежилета почему-то. А почему? Пожалел. Да, нет бронежилета, но зато есть. Щенок овчарки. Серо-рыжая немецкая овчарка. Третий уровень. Где получить магазин на Боровицкой. Да, вот так это и происходит. Все. Такой кошмар. Убийства сплошные. Убийства. Куда только полиция смотрит. Товарищи. Ну и так далее. Можно так пропустить. В следующий раз одевайте бронежилет. Вот. Это помогает. Так. Вот. Боровицкая. Вот она. Магазин снаряжения, карт и питомцев. Можно себе приобрести чего-то там. Так мы не можем туда попасть. Здесь так. Все так. Ой. Не туда. Куда-то. Тюкнулся и все. Вот как бывает. А теперь мы уже не помним, где мы находились. Новокузнецкая. Уйти. Мы можем пройти, но нам и так хорошо. У себя. Вот. Здесь у нас пятнадцатый уровень. Здесь девяносто должно быть. Здесь шестьдесят по улице задания. А здесь тридцать. Если меньше вам предлагают, не соглашайтесь. Вот. На пятнадцатом уровне шесть. Шесть на пятнадцать будет девяносто. Вот. Свой уровень смотрите и выбирайте. Только по максимуму. Только по максимуму соглашайтесь. Работайте. За максимальное вознаграждение. Вот на это не обращайте внимание. Эй. Главное. Пульки здесь. Потому что от пулек зависит прокачка ваших характеристик. От жетончиков метрошных. От жетончиков метрошных. Оружие и снаряжение. Амбандирование. Но. Не нужно покупать амбандирование за метрошные жетончики. Все равно оно рано или поздно при повышении уровня. Уровень пометается и все. Потеряет свою актуальность. Вот. Сейчас. Автомат Калашникова. Можно купить. А потом, может, еще круче что-нибудь предложат. За сто же тончиков. Тем более, что мы не можем сейчас купить. У нас 28, а здесь 30. Стоит. Так. Зато здесь каждый день заходите и получаете. Вот. Сегодня мы получили два жетончика метро. Завтра получим 1050 пулек. Пулек. И так далее. На 20 дней рассчитано. А потом ВИП статус. Нас ничего не интересует, кроме 50 единиц энергии вместо 30. 50. . . . . . . В общем, выбирайте по максимуму и зарабатывайте много денежек, пулик. В общем, мы всех разгромили. Кого мы разгромили? Этого контрабандиста. Вот он там в кубушончике. И опять, видите, как мало нам. Должны 60. А вот здесь должны 30 платить. Идется опять по кривой дорожке пойти. Убивать контрабандиста. Почему я хмурый? Знакомый подался в фарцовщики. Партия не терпит предателей и изменников. Его необходимо расстрелять. Ступай, товарищ. Я буду ждать отчета. Уязвимость к тяжелому оружию. Но мы и пистолетиком его убьем. Одно только меня беспокоит. Вот на каком-нибудь 50 уровне захотим купить тяжелое оружие. А его продают за 250, может, жетончиков метро. А у нас столько не наберется. И будем мы сидеть, куковать. У нас даже среднее оружие. Вот автоматическая сайга. Это аналог АК. Автомат Калашникова, только лодкоствольный. Сайга. Охотничий. Среднее оружие. Вот он. Посмотреть. Вот какой симпатичный. Как настоящее. Метро Голденмайер. Метро 2033. 2033 год. Уже скоро совсем. Ну, ладно. Все. Еще вот эта вот карта. И можно покупать. И вот здесь вот обычно на станциях такая штука. Выход на поверхность. Но здесь нет. На этой. На их много. О, много всяких станций там. На Боровицкой продаются питомцы. Имейте в виду. Но их нужно кормить. А чем кормить? Чем-то кормить. А куда складируется-то все? У нас жуткое количество. Жуткое количество. Интересно, что это такое. Сюда суют. О, вот куда складируется. Корм только для питомцев. Где получить магазин Боровицкой. На Боровицкой. И там же питомцев. Видите, что урон. Здоровье. У тебя еще нет питомцев. Сытость. Ты нужно их еще и кормить. Нетушки. Обойдемся без питомцев. Здесь внешность можно менять. Вот это вот очень полезная вещь. Каждый вот этот уровень прибавляет очки к характеристикам. Эффект от достижений. 34 очка получено. Вот. Вот. Вот и все. Практически. Пойдем убивать контрабандиста. Опять. Потому что много платят. За каждую энергию по 30 надо брать на 15 уровне. За единицу энергии 30 пулик. На 15 уровне. При VIP статусе 50 единиц энергии. А без VIP статуса 30 на день. На сутки. На 24 часа дают. И каждый день вот это вот сюда вот дырка здесь. Зеленая кнопочка добавить. И получаете бесплатный приз. Ежедневный приз. О, вот что творится. Мозилла. Ой, нет, не Мозилла. А теперь Мозилла. Это у него капюшончик. Да. И кожаный жилет. Зачем-то ему нужен. То ли голова слишком большая, то ли рука короткая. Как-то коряво нарисована. Гитлер капут. Зачем. Кобот. Джокер предмет из коллекции калода карт. Где получить контрабандисты? Где получить контрабандисты? здесь еще коллекции хорошая вещь можно собирать собирать и обменивать получать опыт пульки еще еще опыт пульки и вот этого на арене получили и дано ответа и чуть еще вот это получил недавно закон рейха здесь прославляется фашизм между прочим это игрушки зачем-то паспорт рейха знамя агит плакат и подтяжки тысячи пулик можно обменять набор кинолога и здесь даже на жетончики можно обменивать набор контрабандиста у контрабандистов можно получать и получите три жетончика это вы тоже недавно получили у крысы армейский набор антибактериальная радиозащитная противорвотная антидот и обезболивающие олимпийский мишка пионерский значок значок влксм значок бто и значок октябренко а сколько у нас убитых несчастных крыс ну ладно все собственно здесь вот 30 должно быть 15 умножить на 2 30 здесь 60 должно быть а здесь 90 так что выбираем убийство шпионов шпиона ты тоже слышишь эти выстрелы надо немедленно узнать что там происходит но не теряй концентрации это могут быть вражеские лазутчики уязвимость крест среднего оружия но мы угробим его и так и так уграда парабеллум нам в помощь я дам вам парабеллум и нас будет трое живыми мы им не сдадимся или не дадимся не дадимся живыми мы им не дадимся и все погибнут гитлер капут как у нас пульки все закончится мы меткость или еще что-то прокачали задание такое было если не выполнять отстанем по характеристикам а так если самовольно как мы раньше прокачивали то что не получим вознаграждение и опыт не получим вообще-то чем меньше опыта тем лучше меньше опыта больше пулек тогда мы обманем игрушку будем всех мочить на арене если заработаем много-много пулек и пустим их в характеристики эти чё творят чего творит изверг шпион что у них с руками то почему такие коротенькие и вот такое захватывающее зрелище ура наша победа вы мы не Продолжение следует... 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 Продолжение следует...